Программа «Инициативное бюджетирование» набирает обороты. Жители Чебоксар уже оценили ее преимущества и готовят заявки на будущий год. Система проста. Основные доли вложений в столичное благоустройство – это республиканские и муниципальные бюджеты. Сами жители платят лишь небольшую часть, примерно 5% от общего объема финансирования. Зато приоритеты расставляют сами. Таким образом, по их просьбам появилось новое освещение в ряде дворов на улице Ленинского комсомола. Дома здесь у нас постройки начала 80-х годов. Наружного освещения здесь не было при строительстве никогда. Общая протяженность сетей составляет чуть более одного километра. Что-то смогли отремонтировать, что-то пришлось делать заново. Установили 47 светильников. В софинансировании участвовали жильцы 10 домов. Таким образом, на освещение было потрачено чуть больше 2 миллионов. А с каждого жителя взяли лишь по 50 рублей. На днях завершится благоустройство территории между домами номер 8, 10, 12 по улице Ивана Франко, номерами 9А и 11 по улице Текстильщиков. Почти 500 собственников квартир решили, что им нужны современные игровые зоны, безопасные спортивные площадки. И подали заявку в рамках этой программы. Результат, как говорится, налицо. Жители рассказывают, что стали участниками всех строительных планерок. Вместе со специалистом вносили коррективы, если что-то шло не так. Около одного из домов даже чуть перенесли парковку и расширили ее. О прошлом даже вспоминать не хотят. Окна у меня выходят во двор. И обычно была такая картина, особенно в летний период. А тут было очень много деревьев. И вот тут двор с детской площадкой. И как ни посмотришь в окно, все время как бы собирались любители выпить. Там мусор был, банки, бутылки, что только не было, окурки. Было очень неприятно. Но теперь мы рады, что у нас такой двор, что детям есть где играть. Как бы простор и физическое укрепление здоровья, мне кажется. Вот такая простая, но очень показательная арифметика. В результате ее наши чебоксары становятся еще краше.